В рамках проведения чистого четверга проводятся работы по санитарной уборке территории так называемой и в этой связи очень актуальным является сбор и вывоз твердых бытовых отходов, негабаритного мусора и строительного мусора. Сегодня по закону классифицируются три вида таких вот отходов. В городе работами по вывозу мусора занимается компания «Экоспецтранс» и она также обеспечивает вывоз негабаритного мусора и строительного мусора. И в этой работе присутствует определенная цикличность по временам года. Например, весной мы, как правило, убираем территории и где мусор, тот, который накопился из зимы, его надо собрать и вывезти. В летний период времени, особенно под осень, у нас наступает период, когда поспевают бахчевые культуры и, естественно, отходы от этих продуктов составляют достаточно внушительную цифру и определенная специфика при сборе этих отходов и вывозу. Сейчас вот заканчивается период, когда необходимо закончить вывоз листьев, которые упали из деревьев и собирается, а также идет интенсивная осенняя обрезка деревьев, особенно в частном секторе. И, естественно, будем так говорить, практически основную часть так называемых негабаритных отходов составляют именно ветки, которые необходимо удалять иначе, чем, предположим, традиционно с твердыми бытовыми отходами. Мы обращаемся к этому вывозу с помощью контейнеров и контейнеровозов. И вот здесь, в этом году, мы увидели одну из таких вот проблем, когда те, которые убирали листья, не загружали их в контейнера. И это создало определенную дополнительную проблему для эко-спецтранств, так как необходимо было привлекать погрузчики и автосамосвалы открытого типа, что, естественно, немножко дороже и сложнее выполнять эти работы. Поэтому сегодня, уже учитывая опыт, который мы сегодня имеем в городе в 2013 году, мы должны для себя все участники этого процесса и потребители, и те, кто оказывает услуги, сделать для себя вывод, что все то, что помещается в контейнер, а это практически все вещи, которые имеют размер до 700 миллиметров, то есть 0,7 метра или 70 сантиметров, они должны укладываться в контейнера. И тогда они удаляются вместе с твердыми бытовыми отходами с помощью мусоровозов, которые и осенью этого года аккуратно и стопроцентно выполнили свою задачу. Тот же негабаритный мусоростроитель, который превышает эти размеры, только такой может складироваться отдельно и уже удаляется более трудоемким способом, как я сегодня сказал. Это, наверное, одна из самых главных задач, которую мы должны извлечь из 2013 года и больше никогда этих ошибок не повторять. То есть, когда дворники, которые убирают придомовые территории, дворники в школах, в детских садах, в других учреждениях просто приносили листья и высыпали их рядом с контейнерами, что создавало дополнительные трудности для компании «Экоспедстранцы». Если же такого контейнера в районе контейнеров стандартных 1,1 куба, которые располагаются по территории микроайонов и по улицам частного сектора, таких контейнеров 6-кубовых нет, тогда негабаритный мусор и строительный мусор, который превышает размеры 70 см, может укладываться рядом с этими контейнерами. И тогда можно будет говорить о том, что абсолютно спокойно компания «Экоспедстранцы» может поддерживать регулярный вывоз как твердых бытовых отходов, так и негабаритный мусор, который образуется на определенной территории. Музыка Приблизно такая же ситуация, как на контейнерному майданчику будинку номер один, что в районній площади Артема, зараз по всему місту. На квартальних смітниках угори опалого листя та гілок. Такий безлад на міських смітниках. Не тому, що тут не прибирають. Навпаки, підприємство «Экоспедстранц» працює в посиленому режимі. Та все ж, швидко вивезти такі обсяги листя не видається можливим. Окрім твердих побутових відходів, вивезення яких обов'язок «Экоспедстранцу», на міських смітниках зараз чимало сухостою. Як результат, скажуться прибиральники, все частішими стали випадки підпарів сміттєзвалищ. Натомість такої ситуации, яка виникла зараз, дуже просто було б уникнути. На сьогоднішній день є договорено, що 30% контейнерів, які вивозяться ежедневно, можна заполняти сухою листкою, для того, щоб не складувалося там, де не габарит. І виходить, що тоді ця листва буде постійно, незаметно вивозитися і не буде такого складування великого об'єму листви там, де складувається не габарит. Мешканці приватного сектору по вулиці Дибенка, на відміну від жителів квартир, питання запалим листям вирішують без проблем. Його збирають на купи, а потім чекають приїзду сміттєвоза «Экоспедстранцу». Жителі вулиці запевняють, що такий спосіб позбутися листя і шкоди здоров'ю не приносить, і гроші з сімейного бюджету економить. Це такі речовини, як чадний газ, важкі метали, сполуки канцерогенних речовин. Особливо це спостерігається на присадибних ділянках. Коли горить сміття, горить опале листя та суха рослинність, що нерідко оброблюються хімічними засобами захисту рослин, які при згоранні потрапляють в атмосферне повітря. Враховуючи шкоду, яку спричиняє природі спалювання листя, адміністративним кодексом України передбачені штрафні санкції від 170 до 340 гривень. Хочу ще раз звернутися до всіх громадян нашого міста, бути небайдужими до свого здоров'я і здоров'я оточуючих людей, не допускати та попереджати факти спалювання опалого листя та залишків сухої рослинності.